Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта SIP-EG.RU. Меня зовут Марина. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится от 40 до 60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо. Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступите в нашу группу ВКонтакте vk.com.sep.eg. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Тема нашего сегодняшнего занятия – преобразование выражений. Перед собой вы видите первое задание. 32 корней из 3 умножены на косинус от угла минус 510. Мы начинаем разбор задания. Как мы знаем, косинус – это функция периодичная, поэтому мы можем записать 32 корней из 3 умножить на косинус минус 150 градусов. Период функции косинус 2π. 2π – это 360 градусов. Мы просто из 510 вычли 360, точнее прибавили 360, и получилось минус 150. Далее можно воспользоваться формулами приведения и представить, как косинус минус 150 – это как косинус от минус 180 плюс 30 градусов. По формулам приведения станет ясно, что если 180 функция сохраняется, остается также косинус 30 градусов, но появляется знак минус. Всем известно, что косинус 30 градусов – это корень из 3 делить на 2. Получается, 32 корней из 3 мы умножаем на минус корень из 3 делить на 2. Обращаю ваше внимание, что минус мы взяли вот этот. 32,2 сокращается, получается 16. 16 умножаем. Корень из 3 умножить на корень из 3 получается 3. Остается минус 16 умножить на 3. Правильный ответ – минус 48. Перед собой вы видите следующее задание. 4 косинус 146 градусов разделить на косинус 34 градусов. Небольшая подсказка. Нужно воспользоваться формулами приведения. Переходим к разбору этого задания. Как я говорила, что нам нужно воспользоваться формулами приведения. 4 косинус 146 представить как косинус 180 градусов, вычесть 34 градуса. По-прежнему разделить на косинус 34 градусов. Если мы посчитаем вот эту скобку, то мы увидим, что ничего в принципе не изменилось. Также осталось 146 градусов. По формулам приведения, косинус, когда в скобке стоит 180, остается также косинус. косинус 34 градусов. Но если мы посмотрим на тригонометрический круг, у нас было 180, и мы еще вычли. Получилось, наше значение попадает в третью четверть. Здесь у нас функция косинуса отрицательная, поэтому появляется еще минус перед косинусом. разделить на косинус 34 градусов. Косинус с одинаковыми градусными показателями сокращается, и остается минус 4. Еще раз обращаю внимание, почему появился минус. Потому что функция косинус в третью четверти отрицательная. Итак, мы переходим к следующему заданию. Оно подобное предыдущему. Минус 4 косинус 26 градусов разделить на косинус 154 градусов. Также нужно воспользоваться формулой приведения. У вас есть несколько минут, чтобы решить его. Переходим к разбору этого задания. Минус 4 умножить на косинус 26 градусов разделить. Этот косинус я представила как косинус 180 градусов. Вычесть 26 градусов. По-прежнему используем формулу приведения. Наверху остается минус 4 умножить на косинус 26 градусов. Внизу косинус 26 градусов. Нужно посмотреть на знак. Также рисуем тригонометрический круг. У нас была функция косинус 180, вычесть 26. Попадает во вторую четверть, здесь косинус отрицательный, поэтому появляется минус. Это сокращается. Минус 4 на минус будет просто 4. Правильный ответ – 4. Переходим к следующему заданию. 24 корня из 2 умножить на косинус от минус пи делить на 3 и умножить на синус от минус пи делить на 4. Мы переходим к разбору задания. 24 корня из 2 умножить на косинус минус пи делить на 3. Все мы прекрасно знаем, что минус пи делить на 3 – это у нас вот такой уголочек. И косинус попадает в значение 1 вторая со знаком плюс. Умножаем на 1 вторую. Синус минус пи делить на 4. Появляется у нас со знаком минус, и мы знаем, что синус этого угла минус корень из 2 делить на 2. Далее мы смотрим, что у нас получилось. 24 умножить на минус 2. Мы посчитали корень из 2 умножить на корень из 2 разделить на 4. 24 и 4 сокращается, получается 6. 6 умножаем на минус 2, получается минус 12. Правильный ответ – минус 12. Итак, мы переходим к следующему заданию. 35 корней из 6 умножить на косинус минус пи делить на 6 умножить на синус минус пи делить на 4. У вас есть несколько минут, чтобы решить это задание. Переходим к разбору задания. 35 умножить на корень из 6 косинус минус пи делить на 6. Получается значение корень из 3 делить на 2. Это мы можем тоже определить с помощью тригонометрического круга. У нас минус π делить на 6 такой, примерно уголочек. Косинус у нас положительный. Умножаем на синус минус π делить на 4. Минус π делить у нас вот такой, и у нас значение отрицательное. Получается, минус корень из 2 делить на 2. И наверху получается 35, мы умножаем, корень из 6 умножается на корень из 3 и на корень из 2. Это просто получается корень из 36, как мы знаем, это просто 6. Внизу мы делим на 4. Можно сократить 6 и 4, здесь 3 и 2 останется. И вот видите, у нас получается минус 52,5. Если у вас появляются какие-то вопросы, вы можете их задать. Мы переходим к следующему заданию. 4 корня из 2 умножить на косинус π делить на 4 и умножить на косинус 7π делить на 3. Мы переходим к разбору задания. 4 корня из 2 умножить на косинус π делить на 4. Косинус π делить на 4 – это корень из 2 делить на 2. Косинус 7π делить на 3, если отброс в период 2π, получается, что равен косинусу просто π делить на 3. А косинус π делить на 3 – это 1 вторая. Наверху у нас получается 4 умножить на 2, внизу 4. Сокращаем, и в ответе остается 2. Еще раз обращаю внимание, что косинус 7π делить на 3 равен косинусу π делить на 3, если отбросить период 2π. В ответ у нас получается 2. Здравствуйте, меня зовут Жанна. Продолжим наше занятие. Итак, на экране вы видите пример. У вас есть несколько минут для того, чтобы решить его. Свой ответ пишите в комментарии. Переходим к разбору. Выполним преобразование формулы сокращенного умножения. 432 минус 568 в первой скобке. Во второй – 432 плюс 568. Все это делим на 1000. Читаем первую скобку. В первой скобке получается минус 136. Во второй – 1000. Мы видим, что 1000 можно сократить. И ответ получается минус 136. 4,4 разделить на 4,9. У вас есть несколько минут для решения этого примера. Переходим к решению. 4,4 можно перевести в неправильную дробь. Это будет 49. При делении дробь переворачивается. Мы также видим, что тут можно сократить девятки. 40 разделить на 4 – это будет 10. Переходим к следующему заданию. 1,23 умножить на 45,7. И все это разделить на 12,3 умножим на 0,457. Для удобства умножим числитель и знаменатель на 10,000. 123 умножить на 457 и умножить на 10. Все это делим на 123, умножим на 457. Мы видим, что можно сократить 123 и 457. Ответ – 10. Следующее задание. 2,4 минус 2,5 и все это деленное на 1,7. Переходим к решению. 2,4 переведем в неправильную дробь. Получится 18,7 минус 5,2. 2,5 тоже переведем в неправильную дробь. При делении дробь переворачивается, поэтому мы умножаем на 70. Приводим к общему знаменателю. Получается у нас 36 минус 35. Все это деленное на 14 умножить на 70. 1,14 умножить на 70 получается 5. Здравствуйте, меня зовут Роман. И мы переходим к следующему заданию. Ваши ответы скидывайте в комментарии. Мы начинаем к решению. Возведем в третью степень и напишем. А 30 мы представим как... Видим, что B у нас сокращается, A сокращается. Здесь степень сокращается, тут первая степень. Это у нас тоже сокращается. Ответ получается 5. Переходим к следующему заданию. Так, я вижу правильный ответ. Начинаем решать. 2 минус у нас 2 плюс. Видим, что у нас будет 8. 6. 3… 4. 6. 8. 8. 8. 9. 8. Переходим к следующему заданию. Приступаем к решению. Корень мы запишем в виде степени. Основания у нас одинаковые, степень у нас складывается. Представим 49, как 7 в квадрате. Степень у нас перемножается, у нас получается просто 7. Переходим к следующему заданию. Так я вижу правильный ответ, мы приступаем к решению. В первой скобке мы распишем как разность квадратов. Во второй скобке мы перейдем к общему знаменателю. Сразу умножим. Как разность квадраты. В первой скобке мы распишем как разность квадратов. Разность квадрата. Движguy, партнер. После чего мы распишем. Звук. Сразу в объяснение. Приступаем. Пираме. В первую скобке мы берем на нее. В первую скобку мы распишем. Видим, что у нас сокращается. Получается 6. Переходим к следующему заданию. Так, Анастасия ответила правильно, и мы приступаем к решению задания. Раскроем квадрат суммы. Получается. Видим, что девятки у нас уйдут. Штверки уйдут. И у нас остается 12. XY. У нас тоже сократится. Итак, мы продолжаем. 2 целых в степени 3 целых 5 десятых умножить на 3 в степени 5 целых 5 десятых. Делим на 6 в степени 4 целых 5 десятых. Ваши ответы я жду в комментариях. Появились правильные ответы, поэтому можно начинать решение. 6 в степени 4 целых 5 десятых можно представить как 2 умножить на 3 в степени 4 целых 5 десятых. 1. 2. 3. 3. 8. 10. 10. 11. Это можно вычесть из 3 в степени 5 целых 5 десятых. Вычесть 3 в степени 4 целых 5 десятых. Это получится 3 в степени 1. 1. 1. И из 2 в степени 3 целых 5 десятых вычесть 2 в степени 4 целых 5 десятых. Это будет 2 минус 1. И то есть мы пишем в этом знаменателе. Появилось новое задание. 5 в степени 0 целых 36 сотых умножить на 25 в степени 0 целых 32 сотых. Ваши ответы я жду в комментариях. Ваши ответы я жду в комментариях. Появился правильный ответ, поэтому мы начинаем решение. 25 в степени 0 целых 32 сотых можно представить как 5 во второй и в степени 0 целых 32 сотых. Получается 5,06 умножаем на 5 в степени 2 умноженное на 0 целых 36. Получается 5,06 умножаем на 5,06. Это получается 5 в степени 1. И это получается ответ 5. 3 в степени 6 целых 5 десятых разделить на 9 в степени 2 целых 25 сотых. Жду ваших ответов в комментариях. 5 в степени 2 целых 25 сотых. Появились ответы, поэтому начинаем решение. 9 в степени 2 целых 25 сотых можно расписать как 3 в степени 2 и еще умноженное на 2 целых 25. Получается из числителя можно вычистить знаменатель. Можно вычистить только в степени. Получается 3 в степени 2 равно 9. Следующее задание 7 в скобочках m в пятой степени еще в шестой степени плюс 11 в m в третьей еще в десятой степени. разделить на 3 в пятой степени и еще во второй. Это все. Жду ваших ответов. Появились ответы. Сейчас мы проверим, правильные они или нет. Можно раскрыть просто скобки для начала. Плюс 11 в тридцатой. Делим это на 3 в степени 2 и на m в степени 30. Получается 18m в тридцатой деленное на 9m в тридцатой. Это можно сократить. Это будет 2, 1. Ответ 2. Следующий пример. 18x в седьмой умножить на x в тридцатой деленное на 3x в десятой и все это во второй степени. Продолжение следует. Используем. Продолжение следует. Появилось. Появился правильный ответ 18х7 и х13 можно сложить в степени Получается 18х7 плюс 13 3х10 и все это во втором можно занести в знаменатель Потому что дробь переворачивается Еще раскроем скобки Получается 9х20 Получается 18х20 Деленая на 9х20 Получается это можно сократить Ответ 2 Следующее задание 7х3 и все это во второй степени Разделить на 7х6 Появился правильный ответ 7х3 и все это во второй Можно просто раскрыть скобки Это будет 49х6 Делим это на 7х6 Тоже можно сократить Получается 7 9axy минус в скобочках минус 7xya разделить на 4yax Появился правильный ответ Появился правильный ответ Здесь можно раскрыть просто скобки Получается 9axy плюс 7xya Делить это на 4yax Получается 16axy Коэффициенты у нас одинаковые Поэтому их можно сложить На 4yax Тут тоже можно сократить Потому что коэффициенты одинаковые Получается 4 Это было последнее задание Большое спасибо за внимание На сегодня наше занятие подошло к концу Чтобы быть в курсе актуального расписания Занятий на cpeg.ru Пожалуйста, вступайте в нашу группу Вконтакте vk.com Slash cpeg Также советуем подписаться на почтовую рассылку Это можно сделать на главной странице cpeg.ru